Ролик создан при информационной поддержке творческого альманаха Artifex. А в прошлом году умер, представляете? Вот это ебанутое у нас село, конечно. А ведь за каждой фотографией, которую вы репостали себе на стену ВК, повесили на стену дома, да или просто она вам понравилась и вы ее запомнили, за каждой из этих фотографий стоит автор. Здрасте, вы на канале Сейна, и сегодня речь пойдет про, возможно, самое главное имя в мировой фотографии. Вы вот когда-нибудь замечали, что лучшие фотографии с ваших тусовок в основном сделаны случайно, то есть кто-то просто вовремя начал снимать и получился отличный кадр. Анри Кортье Брессон тоже это замечал. Почему я сравниваю вас с Кортье Брессоном? Потому что он был обычным французским парнем, настолько обычным, что можно даже сказать французский пессон. Так вот, французский пессон Анри Брессон жил во время, когда почти все фотографии были постановочные. Думаю, все видели эти угнетающие фотографии советских времен, на которых каждый выглядел так, как будто умер позавчера, но все равно пришел на съемку, потому что Сталин сказал, что надо. Так вот, во времена молодости Кортье Брессона абсолютно все фотографии были вот такие постановочные. Даже репортажные кадры как можно больше пытались сделать постановочными. Например, вот этот вот кадр тоже, скорее всего, постановка. Есть пара крутых историй, которые это подтверждают, и если вам интересно, могу как-нибудь потом рассказать, напишите в комменты. И во время, когда вся фотография была вот такая деревянная и постановочная, молодой Анри Брессон натыкается на фотографию Мартина Мункачи. Фотография называлась «Три мальчика на озере Танганика». Сам Анри описывает это так. Я неожиданно понял, что с помощью фотографии можно зафиксировать бесконечность в одном моменте времени, и именно эта фотография убедила меня в этом. В этом снимке столько напряжения, столько непосредственности, столько радости жизни, столько сверхъестественности, что даже сегодня я не могу спокойно смотреть на него. После этого Брессон твердо решает стать фотошурналистом, чтобы фиксировать те самые удивительные моменты и оставлять их в бесконечности. А тут как раз на горе всей Европе и на радость одного ебанутого француза с фотоаппаратом начинается Вторая мировая война. Во время нее Брессон и создает свои первые шедевры, а также выводит принципы, которыми фотографы пользуются до сих пор. Так, например, Брессон славился своей незаметностью. Для него было максимально важно сделать кадр так, чтобы тот, кого он снимает, и не знал о нем. Чтобы не было ощущения, люди не чувствовали камеру и вели себя так же естественно, как в обычной жизни, потому что это естественность и есть самое важное для Брессона. Так, одной из его фишек было заклеивание всех блестящих металлических частей камеры черной изолентой. Для того, чтобы она не блестела на солнце или от любого другого света, и тот, кого он снимает, не видел Брессона. Но основной фишкой Брессона является решающий момент. Он, в принципе, ввел этот термин в мировую фотографию, назвал так свою собственную книгу, и этот принцип используют сейчас все репортажные фотографы и фото-журналисты. Суть заключается именно в том, чтобы думать до съемки и после съемки кадра, но ни в коем случае не во время. Это, кстати, цитата самого Брессона. Ты ловишь ситуацию, видишь кадр глазами, потом видишь его через фотоаппарат и выжидаешь нужный момент. Так, например, при съемке, допустим, очередного митинга можно залезть на какую-нибудь высокую точку или, наоборот, зайти за полицейских, стоять и ждать, пока начнутся какие-нибудь агрессивные действия. И если поймать это в моменте, получатся отличные фотографии. Руководствуясь ровно этими принципами, были сделаны вот эти фотографии. Это Москва в прошлом году, фотографии Леши Токуна. Респект Токуну. Брессон начал распространять свои идеи в массы. Это зажигало новых и новых фотографов по всему миру. Таким образом было создано международное фотографическое сообщество Магнум. Они разделили сферы влияния и высылали фотографов от Магнума, чтобы они ловили реальную ситуацию в разных странах. Самому Брессону досталась Азия. А как вы понимаете, мы тоже Азия. Советский Союз. И Брессон был первый, кто показал настоящий Советский Союз миру. Он получил официальную аккредитацию и пересек железный занавес абсолютно законно, чисто как фоторепортер. И вот что он получил. Как видите, здесь не все бравые солдаты и пионеры. Здесь живые люди. И Брессон, возможно, был первый, кто снял живых людей в Советском Союзе. Вдохновляясь работами Брессона и следуя его принципам позже, будут создаваться работы таких мастодонтов визуального искусства, как, например, Александр Родченко. Также русский автор, также жутко интересный и легендарный в своем роде. Но о нем как-нибудь в другой раз. А Брессон был и остается тем автором, который делал из фотографии искусства в то время, когда фотографию за искусство совсем не считали. К ней относились как к какой-то прикладной науке, фотографы были что-то типа современных официантов, а он подарил ей серьезный статус. И стал автором фотографий, которые вы сейчас видите. Наверняка вы их видите не первый раз, наверняка вы их видите даже не сотый раз некоторые. Они разлетаются огромными тиражами по пабликам, и их до сих пор печатают на афишах, некоторые используют в рекламе, некоторые копируют ровно, прям кадр в кадр, движение в движение. Но как и во время создания своих фотографий, работы Брессона удивляют, а самого Брессона зачастую даже не заметили. Ты знаешь, где кнопка подписки.